Здравствуй, зритель! Если нам повезет, то мы будем в тишине, а если не повезет, то на сосне веселый дятел будет белкий домик конопатить. Вот конопатит, по-моему, он где-то две трети моего бытия, как я тут, ладно, три четверти. Может быть, по этой части я еще и СМР до сих пор не написала с тем обзором каталога, который, наверное, уже даже действует где-нибудь. Ну, по крайней мере, по нему Женька уже заказала заказ. Короче, обзор еды. Вот я сегодня гуляла по центру, снимала на камеру, но монтирую, наверное, может, уже завтра. И, короче говоря, зашла в Дикси, думаю, куплю-ка я там рыбки красненькой какой-нибудь, и не только рыбки купила в итоге что-то. В общем, купила я рыбки. На 582 у меня, по-моему, все вышло, у меня где-то там чек есть. Рыбка из охлажденного сырья. Из охлажденной рыбки, скажем так. Сейчас найдем, почем кайф на рынке. А, кстати, НДС говорили, что с 9 января на 18% станет, но что-то как-то тут местами в раке, потому что тут 20% на большую часть НДС. Так, на пакет майку за 4,99 и НДС 20%. Да, вот у нас уже дятелка напатит в белке домик. Прямо музыкально так, когда патит, я думаю, что-то слышно в камеру, хоть я и сижу вот сейчас как-то вот так, а не там было бы еще слышнее. Рочи, пакет майка, где у меня тут этот форель? Форель 160 рублей без 10 копеек. Ну, 159,90. Сделана она у нас 9 января и живет что-то там около 40 что ли дней, да, 40 суток живет. Я думаю ее, я сначала думаю, приеду, сделаю себе картошечки, сделаю себе бутербродик, а потом думаю, ее можно отварить. В смысле, можно отварить рис, она-то уже готовая. И заваять себе самопальные ленивые роллы. Вот рыбка. И, в общем, там по большей части продавалось что-то вот то, что в этой категории по скидке. Вот она была недавняя, а остальное от ноября. Я еще так полазала, думаю, не от ноября, но уже откинула, думаю, наглядывай где-то. Может, что-то поближе есть. Был тоже по скидке, он, конечно, не особо такой супер крутой. Ну, в смысле, там есть всякие странные масла, но их мало. И, наверное, я от этого уж не помру. Потому что, допустим, я покупала углический сыр имени углического сыра, и там состава нету. И кто знает, вдруг там тоже какое-нибудь странненькое она-то было. В общем, Яшкина, просто любить французский крейтер с кунжутом. Покупай выгодно. Ссылка даже есть. Очень хрустящий. Вот узнаю, хрустящий ли он. Так, всем похамечит, может, как... Так, крейкер Яшкина. Без одной копейки он вообще. В общем, 19 рублей 99 копеек. Я купил себе апельсин. Он на меня так смотрел, я вообще не хотела апельсин покупать, но он на меня так смотрел и, видимо, хотел, чтобы я его купила. Где у нас тут апельсин? 17 рублей 76 копеек мне вышел апельсин. Я очень хотела икру, уже месяца три как хотела, но либо мне состав не нравился, либо там вообще что-то такое, либо как-то не видела эту икру. А тут как-то моя родня говорила, что Е666 в малом количестве, ну, ничего страшного. Это, конечно, без Е666, и это, конечно, не финская икра, где соль и икра. Да, я как-то покупала такую баночку всей икры, когда был в Финке единственный раз. В этом самом, в Хельсинке. Ну, там мы, правда, проезжали еще какой-то мелкий финский город. Без понятия, как назывался. Ну, и тут у нас икра, соль поваренная, пищевая, масло подсолнечное и консерванты бензонат, натрия и сольбиновая кислота, причем словами без Е в скобочках, то бишь как бы натуральные консерванты, можно так сказать. Изготовлено из замороженного сырья у нас оно 18 декабря прошлого года. Икра горбушин. Сделано в Рашке, соответственно, причем где-то там под Москвой, Московская область. Поселок Лесные Поляны, центральная улица, дом 7. Заходите в гости. После вскрытия живет 48 часов. Видимо, в холодильнике. Упаковано в вакууме. Ну, и, в общем, как говорила одна моя знакомая, когда мы с ней хомячили в обед, когда я еще работала когда-то, там, сто лет назад, рядом, напротив, практически в метрах-двух от ее работы, мы с ней хомячили бутерброды с какой-нибудь там, это, икрой, типа, с селедки или еще кого-нибудь, ментая или как там их. И она говорила, что, в принципе, что это икра, что это икра. Особо, если она, я так думаю, под солнечным маслом тут она. Вообще-то, охреневая, зачем тут масло под солнечное. Ну, тут хотя бы под солнечное, а непонятно какое, как обычно мне попадалось. В общем, она считает, что по питательным средствам, что-то икра, что это икра, одинаковая разница в цене. Ну, в общем, я думаю, что вот. Если очень хочется и требует организм, то иногда можно. Ну, я с учетом, что там под солнечное масло. Я, правда, открою, вот неудивительно, как оно будет выглядеть, это все счастье. Она была у нас, ну, короче, 200 рублей без 10 копеек. Типа тоже по скидке. 95 грамм. Так, я тут еще пару груш купила. Вот я всегда интересовалась, как называется эта груша, вот, которая конференция. Потому что иногда вроде покупаешь конференцию, а она по-другому зовется. Вот эта у нас вообще такая интересная. У нее две ямки такие. Есть жопка с двух сторон, а есть ямка с двух сторон. Ну, вот как бывает, то ломаются люди, у них ямочки на это, на щечках. А тут две такие, ну, да, вот. Это кругленькая, причем красноватенькая. Я боялась, что это какая-нибудь форель, об которую зубы сломаешь. Потому что, видимо, нам везут ее незрелую. А эта вполне себе нормальная. Оказалась вся конференция. Стоит она у нас, оказывается, 119,90 рублей за килограмм. Вышла она мне на 31 рубль 17 копеек. Я еще халвы хотела. Вот неделю как поняла, что хочу халвы. Потом думаю, Лёля, у тебя столько сладкого. Ну, тут хочу халвы. Смотрю, она на развес как-то это. Типа 337 с копейками. Да, что-то 336,90 рублей килограмм. Это в Дикси. И 129 чем-то за 400 грамм пакетик. Я поняла, что вот пакетики как раз дешевле покупать, чем на развес. И это она у нас. Да, 129,90 пакетик. 400 грамм. До 2 апреля она у нас живет. В общем, день дурака она еще проживает. Ну, и я решила все купить халвы. Так. И что у нас тут еще? И потом я, короче, думала, может еще один апельсин взять. Думаю, что ему грустно будет. А посмотрю, они какие-то все или зелено-желтые, или непонятные, вдруг беру. А это не апельсин, а мандарин. Рядом тоже мандарины были. Я, в общем, взяла мандарин, который вот взяла, думая, что это апельсин. Думаю, жалко ему, наверное, грустно будет одному-то. Что это так мандарин-то? И выбрала еще один мандарин. Надеюсь, он не кислый будет. Сейчас найдем где-то у нас мандарины. Мандарины у нас 74 рубля 99 копеек за килограмм. И на 19-20 они мне вышли. Так, вроде все. Ну, и что у меня тут, да? Вот я правильно запомнила. Но, правда, оно с копейками. 582 рубля 81 копейка. Все, счастье у меня вышло. Облада электронными деньгами. Вообще по карте. Ну, да ладно. В общем, вот такой у меня обзор еды. Что же он все конопатит-то своей белке домик-то, е-мое? Вот мне интересно, есть какой-нибудь закон, запрещающий круглосуточно долбить мозги соседям? Еще сегодня я проснулась. Мне долбили вон в ту стену. Такое ощущение, будто вот он забыл, что тут еще кто-то живет и хочет продолбить стену. Надеюсь, он не забыл про это. И я мешки цемента видела. Чего человек может вот в квартире на первом этаже в обычном доме кирпичном ваять с цементом? Бункер, что ли, внизу? В общем, всем спасибо за просмотр. Хотя, наверное, ему тоже было не особо кайфово, когда мы тут ремонт делали. Но мы особо-то ничего не долбили. И всем пока. Всем тишины, когда она нужна.